вот же странные люди когда приезжают просят сделайте пожалуйста турбину так чтобы не хватило на всю оставшуюся жизнь ну такого же быть не может правильно ты же купил себе бмв для чего для того чтобы быть первым на светофоре всегда и уходить в точку с места но если ты хочешь быть всегда первым ну так за это надо платить естественно как по-другому-то надежный бмв с точки зрения механика по ремонту турбокомпрессоров на наш взгляд да надежный но пока новый до 100 тысяч километров вы же можете конечно зайти на любые цветные сайты там красные или желтые и там будут отзывы владельцев которые будут рассказывать и доказывать спины у рта что их автомобиль проехал чуть ли не 300 400 или даже полмиллиона километров без какого-то ремонта вы лучшем случае он менял масло наша же статистика утверждает совершенно обратное к нам приезжают автомобили с разными пробегами антирекорд у нас было 5000 километров и максимально большой пробег с которым к нам приехал автомобиль был порядка 300 тысяч чем-то это причем автомобиль владелец этом автомобиле уже неисправно поехал на какое-то время в основном в основном же своей массе к нам приезжают автомобили с пробегами начиная там от 25 там до 150 тысяч километров это основная масса которую с этими пробегами мы ремонтируем их вот и сегодня к нам приехал автомобиль бмв с мотором n20 2012 года выпуска и давайте же посмотрим какая у него жалоба а еще хочу обратить ваше внимание что этого мотора n20 есть детские болезни от которых он не избавлен только в 2015 году была произведена модернизация и после 15 года моторы относительно надежные стали устранили эти дефекты так какие же во первых это проблема с цепью грм которая может сломаться практически на любом пробеге потом опять же проблема с турбокомпрессором он на этом моторе ходит максимум 100-150 тысяч километров и еще проблема с боковым насосом который тоже ходит до 100 тысяч и у этого автомобиля который к нам сегодня приедет пробег 220 тысяч километров и давайте посмотрим что у него с турбиной поехали а если вы почувствовали что с вашим автомобилем происходит что-то не то появляются какие-то нездоровые звуки глюки и прочее то у нас для вас есть бесплатная диагностика электронной механической части и если позволит конструктив ну и когда владелец турбированного бензинового бмв жалуется на периодическое пропадание мощности и посторонний звук при работе двигателя под капотом обращать на внимание всегда на клапан визгейта у них беда он разбивается и дребезжит как вот на этом автомобиле ну мы сейчас турбину снимем там будет лучше видно любом случае вот андреевск вот болтается ось клапана визгейта звон и стоит под капотом из-за этого могут возникать ошибки да что-то сделали с блоком управления надо поподробнее рассмотреть но и естественно ошибки по турбине по регулированию давления наддува и воздушная масса достоверность из-за того что подхренивает клапан визгейта вот эти две ошибки возникают это следствие того что у нас разбит разбита ось клапана визгейта других ошибок здесь слава богу нет ну и продымить нужно будет обязательно машину чтобы убедиться в отсутствии негерметичности системы впуска ну и на пробеге 221 тысячи я думаю можно будет порекомендовать клиенту отремонтировать трубокомпрессор потому что к этому пробегу уже наверняка износ есть ну и как обычно я хотел органолептическим методом проведать уровень масла но на этом двигательном автомобиле этого уже сделать к сожалению невозможно все сделано для того чтобы делать через дилеров либо электронным способом на щитке приборов отображается у тебя уровень масла что на самом деле по-моему в принципе не очень удобно гораздо привычнее иметь щуп и ежедневно контролировать уровень масло у вас в вакуумной системе насос хана я думаю здесь когда вырезали этот катализатор проблемами турбины не заморачивались наверно а 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 давайте сделаем предварительный осмотр трубокомпрессора перед его разборкой что мы сейчас здесь можем увидеть то что действительно люфт оси клапана визге это имеет место быть и он очень большой вот он просто катастрофический я бы сказал и еще к сожалению тоже болезнь бмв треснул коллектор вот там ноздря вот здесь внизу сейчас я возьму покажу получше многие скажут да ладно фигня можно типа ничего страшного а если эта штука отвалится и улетит будет очень неприятно дальше смотрим что у нас еще у нас вроде бы все патрубки на впуске были сухие ну вот и владелец не жаловался на расход масла повышенный но обратили внимание на что во первых у него на впуске на в холодной части тоже есть следы масла не сильно но они там есть значит соответственно масло туда поступает во впуск и здесь есть две причины откуда она может поступать либо из-за турбины если забит катализатор либо сажевый фильтр тогда из-за противодавления выдавливает масло сюда либо это клапан вентиляции картерных газов поскольку на автомобиле экология вся полностью удалена видите коллектор отсюда катализатор удален соответственно масло отсюда может попасть и противодавление в выхлопной системе разумеется нету соответственно масло здесь в холодной части может появляться только из-за вентиляции картерных газов пробег на машине там 220 тысяч поэтому порекомендуем поменять ему мембранку здесь менять меняется только мембрана клапанную крышку менять для этого не нужно в этом плане хорошо здесь еще нам останется ну дождаться когда разберу трубокомпрессор там уже посмотрим состояние самих колес и кстати осевой и радиальный люфт здесь радиального осевого люфта вердей нету здесь радиальный люфт очень-очень маленький в принципе сама турбина исправна но на таком пробеге опять же повторюсь лучше ее поменять и господи и поменять лучше заменить ремкомплект картриджи сейчас еще пойдем наверх проверим клапан управления трубокомпрессором вот такого клапана с таким номером в блоке в памяти стенда нету подобрали ближайший который к нему подходит но все равно он немного не тот но в любом случае по кривой можно определить что он работает а вот эти линии светло-зеленые и темно-зеленые это параметры вот этого клапана который здесь внесен поэтому считаем что клапан исправен полностью так и Субтитры подогнал «Симон» И вы меня можете спросить, а что это за бумажка тут торчит? Давайте-ка посмотрим. Здесь у нас оказывается график балансировки на картридж, потому что каждому картриджу вкладывается в коробку паспорт балансировки, который подтверждает то, что он отбалансирован. Вот же странные люди, когда приезжают, просят, сделайте, пожалуйста, турбину так, чтобы не хватило на всю оставшуюся жизнь. Ну, такого же быть не может, правильно? Ты же купил себе BMW для чего? Для того, чтобы быть первым на светофоре всегда и уходить в точку с места. Ну, если ты хочешь быть всегда первым, ну, так за это надо платить. Естественно, как по-другому-то. Так, ну и давайте быстренько подведем итог, что мы на этом автомобиле заменили. Отремонтировали турбокомпрессор, заменили вакуумный насос, который у нас в начале видео нормально не работал. И клапан управления турбиной тоже заменили, хотя по графику и по стенду показали, что он рабочий, но было принято решение его все равно заменить. Потому что ремонтировать нужно с первого раза окончательно и без поворота, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться. Но если вдруг в процессе ремонта вы понимаете, что ваши финансовые возможности не позволяют вам вовремя закончить ремонт, то у нас для вас есть льготные условия оплаты для физических лиц сроком на 12 месяцев, на монтаж, демонтаж, а также ремонт. Хотя знаю одного владельца, ну таких много на самом деле, просто я лично одного знаю. У него бизнес в Питере, ему по бизнесу приходится очень часто ездить по ленинградской и московской областям, он до Москвы приезжает. Так вот, у него было за все это время, сколько я его знаю, у него было несколько автомобилей, каждый проехал тысяч по 300. И он с моторами ничего не делал, а оказывается, все дело в том, что он очень часто ездил на большие расстояния, по 100, по 200, по 500 километров. И пробеги были огромные на автомобиле. И вот таких клиентов достаточно много, просто мы их в сервисе не видим. С их машинами ничего не происходит, потому что они ездят на большие расстояния, на установившихся режимах. И средней скорости движения у них по пробегам получается в районе 90 километров в час, а это очень много. Вот таких владельцев мы не видим, они в статистику в нашу не попадают, но они есть. А если у тебя две машины в семье, допустим, одна у тебя, другая у жены, и твоя жена ездит в основном куда? В магазины, либо за ребенком в школу, и из школы его забирает. Она ездит по Москве все время исключительно. И пробег у нее может быть там за 5-7 лет. Вот у нас видео было с Ягуаром, там пробег на машине 70 тысяч, а машина с 17-го года выпуска. И естественно у нее сажу всю забило нафиг. Потому что вот на коротких пробегах автомобиль не успевает прожигать всю экологию. И таких автомобилей тоже много. И они опять же как раз попадают в нашу статистику. И к нам приезжают такие машины. Вроде как она небольшой пробег, а мотор помер, не мотор, катализатор помер, либо из-за этого потянул за собой турбокомпрессор. Вот и что делать с этим? Ну, если ты хочешь ездить на хорошей машине и быть первым всегда, ну, за это приходится платить. Других чудес не бывает. Ну, а на сегодня это все. Смотрите нас во всех социальных сетях. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну, а с вами был я, Роман, и группа компании Снедков. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok